Еще в театральном вузе нас учили – брови – это характер. Хотите вечное удивление на лице? Нарисуйте брови вздернутыми. А если хотите, чтобы они были более надменные, то нарисуйте их низко и с углами. А как правильно оформить брови или подчеркнуть свои, да так, чтобы они не стали комичными в рубрике «Искусство макияжа». Утро доброе! Поговорим сегодня с вами о бровях. Но прежде чем мы научимся их оформлять, нужно вам рассказать полностью все о средствах для оформления бровей. Какие же бывают средства? Можно использовать карандаши для бровей, можно использовать тени для бровей, можно также использовать обычные тени для глаз. Они также подходят для оформления бровей. Можно использовать гели тонирующие для бровей, туши тонирующие для бровей, можно использовать помадку для бровей. Все зависит от того, какой же эффект вы хотите создать на своем лице. Ведь не зря говорят – лицо без бровей, как картина без рамы. Что же нужно использовать для оформления бровей еще? Обязательно нам нужна скошенная кисть. Она должна быть упругой, острой и тоненькой. Также нам нужен брашик для бровей. Когда вы выбираете для себя кисточку для бровей, обращайте внимание на то, чтобы она не была слишком мягкой и гуляющей, иначе она не будет давать вам четкой и красивой линии. Короткий ворс, плотный и тонкий. Брашик для того, чтобы немного сбить интенсивность нанесенных в ванне средств. И расчесать и красиво распределить сам продукт. Какой же продукт выбрать для оформления бровей для себя? Если вы обладательница жирной кожи, стойкость сухих текстур будет менее высока. Поэтому для вас лучше выбирать помадку для бровей. Стойкость у помадки для бровей высокая. Сверху можно проходить по волоскам, либо тонирующей тушью, также с водоотталкивающим эффектом. Если вы обладательница комбинированного типа кожи, здесь вы можете взять для себя карандаш для бровей. Если вы обладательница сухой кожи, возьмите для себя карандаш для бровей и тушь, либо гель. Как же правильно подобрать для себя оттенок? Если вы девочка светленькая, блондинка, либо такая же русая, как я, выбирайте для себя оттенки карандашей, теней, помадок для бровей более серо-оливковых оттенков, либо серо-пшеничных оттенков. Это подчеркнет густоту ваших бровей, не сделает их вычурными, создаст им более естественный, красивый и утонченный вид. Если же вы девушка-брюнетка, такая как у нас модель, для вас желательно выбирать более серовато-коричневую гамму. Если же вы обладательница густых и темных бровей, не используйте для себя темных оттенков, тогда выбирайте оттенки, которые идут для более светлых девочек. Иначе вы создадите для себя более злобный вид и грубый. Утро доброе, прекрасного вам настроения и помните, ваши брови это обрамление вашего лица. Редактор субтитров А.Семкин